Этот китель – один из первых экспонатов Музея военно-исторического общества 1945. Его носили советские солдаты до 1942 года. С середины 1942 до 1943 года уже была введена новая форма одежды, которые пришли к погонам. До этого на кителях на наших были звания, знаки различия, на бортничке такие петлички. А уже с 1943 года пошли погоны. Еще один интересный экспонат – суконный шлем Буденовка образца 1927 года. Шита она из серого шлемного сукна. Внутри подкладка и хлопчатая бумажная ткань. В годы Великой Отечественной шлем нередко утепляли ватой в морозы. Но уже в 1943 году Буденовку заменили на шапку-ушанку. Все экспонаты, которые хранятся в музее, Алексей Морозов заказывал в интернете или покупал в магазинах. Особо ценно то, что он получил подарок от жителей и гостей нашего города. Например, военные письма. Очень интересные эти письма, их читать. Конечно, тяжело перебирать и читать. Чужие письма вообще, в принципе, военные еще тяжелее. Но, тем не менее, своеобразные такие треугольнички, они несут в себе все-таки какую-то энергетику такую сильную. Экспонаты сотрудники музея тщательно обрабатывают и реставрируют. Иногда на восстановление у них уходит больше полугода. Этот миномет 80-го калибра собирали по частям. Сначала приобрели плиту, потом ноги и трубу. Теперь он ждет своей очереди на реставрацию. Увидеть в музее его можно будет уже осенью. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.